У нас под штукатуркой проводка, а если проводка замкнет, у нас начнется пожар. По словам жителей, ремонтники на крыше трудятся третью неделю. Вот только работой это назвать никак нельзя. 6 августа здесь сменилось три бригады. Первая выпивала и пела, вторая приходила на смену, в два уходила в пять. Третья и вовсе повредила антенну. Телевизор не работает, написано, нет сигнала спутника. Я говорю, ребята, вы что сделали с антенной? Они говорят, там его ранили лист нечаянно, и он перерезал кабель. Я говорю, вы мне кабель-то восстановите. Эту пленку жители купили на свои деньги. На крышу стелили тоже сами. Надо же как-то спасать квартиры от дождя. Подрядная организация ВИКР утверждает, все идет по плану. Рабочие трудятся в полную силу и завершат ремонт завтра. В бригаде работает до пяти человек, потому что там больше не смысленно. Работает до пяти человек, режим работы. Начиная с девяти часов до пяти часов. Сейчас используется весь цветовой день, как бы так будем говорить. Но нам немножко портит настроение погода. То есть кровля, стальная кровля, небольшой дождь, все-таки работать на ней опасно. По технике безопасности мы людей выводим. Сегодня с подрядчиками встретились представители управляющей компании. Там согласны с жильцами. Бригада нарушает режим работы. Совместно с подрядными организациями и управляющая компания выходила на эти квартиры, составляла акт. Если жители, конечно, пускали в наши квартиры, чтобы оценить ущерб, после окончания работ подрядная организация, непосредственно которая виновна в этом происшествии, возмещает жителям данный ущерб. Кроме этого, подрядчикам придется заплатить штраф и помочь жителям деревяшки с ремонтом. Домов много, но мы следим за каждым домом постоянно. Когда такие случаи, где подрядчики нас подводят, мы обязательно штрафуем всех, и дом не будет принят, пока мы не получим подписи именно этих жильцов. Жильцам остается пустить в свои квартиры представители управляющей компании.